Я приветствую всех на нашем очередном разборе слова. Сегодня мы заканчиваем 12 главу 2 послания к Арифинам. Я буду читать с 19 стиха и до конца. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленные к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, бладодеянии и непотребстве, какое делали. Мы помним, что в прошлый раз Павел продолжал отстаивать свою линию поведения, касающуюся материального служения, касающуюся нестяжания, да, и невзятия, да, непринятия от коринфян материальной помощи, ну, либо платы за служение, можно и так, и так это назвать. Павел это делал по определенным причинам, как мы сказали, скорее всего, вызванным социально-экономическими, политическими реалиями того коринфа, в котором ему довелось служить. И в целом мы с вами помним, что второе послание к коринфянам практически все посвящено отстаиванию апостольства Павла, ну, и служению его апостольской команды. Поэтому 19 стих сегодня он начинает, «Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами». И действительно, вот это апологетическое послание можно считать оправданием, можно считать обоснованием апостольского авторитета, да, апостольского служения Павлова, и, в принципе, считать его в качестве оправдательной речи, да, где он защищает сам себя. Вот, но здесь он приоткрывает такую завесу и говорит, что мы не только оправдываемся перед вами, мы говорим перед Богом, во Христе, и все это возлюбленные к вашему назиданию. То есть Павел вскрывает свой мотив более глубинный и говорит, что, в принципе, моя вот эта защитительная речь, она продиктована не столько оправданием, да, моим перед вами, сколько желанием Божьего назидания вам. Потому что, когда мы говорим перед Богом, во Христе, когда мы выверяем свои слова, когда мы пытаемся говорить наши слова как слова Божьи, как апостол Петр в одном из своих посланий сказал, то, естественно, это приносит какое-то назидание. И, конечно же, Павел здесь высвечивает и подчеркивает другой мотив, который он преследовал при написании данного послания – принести назидание. И действительно, этот мотив был соблюден, и мы с вами это назидание получаем не только Коринфяне, но и мы с вами. Потому что та глубина мотивов, глубина обоснования, да, или обуславливания движущих сил служителя и человека во Христе, как во втором послании к Коринфянам, больше нигде, наверное, так не высвечивается. Поэтому это и приносит назидание. Двадцатый стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю». Ну и, конечно же, понятно, какими Павел не желал, чтобы они оказались, да. Мы дальше прочитаем этот список. «Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». А каким они его не желали найти или увидеть? Строгим, жестким, хлещущим, да, бичующим, обличающим, любому верующему, да, рядовому верующему. Хочется, чтобы его руководитель был мягок, кроток, да, где-то добр, снисходителен и так далее. То есть никому не нравится, когда начальник ругает нас. Также и здесь, конечно же, они не хотели бы, чтобы Павел пришел к ним с жезлом, да, и с жесткостью. Они хотели бы, чтобы он пришел к ним в духе кротости. Но для этого им надлежало вести себя соответствующим образом. Поэтому Павел здесь говорит, что «я опасаюсь, да, я где-то, ну, подозреваю, да, или испытываю неприятное предвкушение, что мне придется столкнуться с вашими недостатками, а вам столкнуться с тем, что я вынужден буду вести себя жестко и где-то бескомпромиссно. Потому что вот те грехи, которые мы сейчас прочитаем, они вынуждали бы его так себя вести, и никак иначе. Поэтому здесь взаимное нежелание или взаимное опасение найти друг друга не таким, каким желаем, да, что коритвяне не желали найти Павла или встретить Павла в духе жесткости, там, в духе строгости, что Павел не желал их найти или встретить в духе блуда, там, греха и так далее. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Здесь много чего перечислено, и, в принципе, каждый из этих направлений, да, каждый из этих характеристик, каждый из этих слов, терминов, оно может занять какое-то время для объяснения. Ну, в общем-то, здесь все просто. Я хотел бы, ну, как бы не останавливаться особо вот на этих всех раздорах, зависти, ссорах, беспорядках и так далее. Я хотел бы обратиться более к слову ябед. Это такое словосочетание, да, или такой термин, который возвращает меня почему-то к детству, потому что в основном ябеды – это в детстве. Я помню, мы бегали там друг за другом и обзывали там ябеда, корябеда. Вот, то есть это характерно для детского состояния, для младенческого состояния, да, духовного. Это характерно для какого-то незрелого такого статуса, ябеды. Ну, и клевета тоже. Клевета – это тоже такое, ну, может быть, немножко более взрослое, конечно. Но вот ябеды – это точно что-то о детстве, точно что-то о детском садике каком-то. Поэтому здесь помимо явно безнравственных характеристик, да, явно, скажем так, сатанинских характеристик, как то – гордость, да, гнев, человеческий имеется в виду, не божий, зависть – это все сатанинские такие глубинные безнравственные характеристики. Присутствуют также и младенческие, да, какие-то такие, ну, детские, что ли, незрелые характеристики. Они не так уж и невинны, конечно же, но на фоне гордости, на фоне зависти, ну, они выглядят как-то более, что ли, смехотворно, да, ябеды, там, клевета, бегают, как в детском садике, друг за друга чего-то за спиной обсуждают, там, и клевещут, и ябедничают, и так далее. То есть здесь двойное такое описание. С одной стороны, это явно сатанинские вещи, с другой стороны, это какие-то менее такие ярко выраженные демонические проявления, да, плоти греховные. Но, тем не менее, они тоже характеризуют коринфян не с лучшей стороны. 21 стих. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». И в чём это уничижение состояло бы? Да в том самом факте, что Павел трудился-трудился, а в итоге вот во что всё это превратилось, да, то есть вроде бы пытался вкладывать-вкладывать в этих людей, пытался их взращивать-взращивать, они как были младенцами, так и остались. Как задавали эти вопросы, ну, скажем так, незрелые или свидетельствующие об их незрелости, так и продолжают задавать. Я вот в этой поездке тоже был когда, ну, и общаясь с некоторыми верующими, я просто одни и те же вопросы слышу уже на протяжении многих лет, и, ну, как бы я не хочу никого обвинять, я понимаю, что есть какое-то время, даёт нам Господь, для того, чтобы, ну, разобраться с чем-то. Это понятно, что он понимает нас, да, он снисходит до нашего уровня, но всё-таки хочется всегда видеть, как при очередном твоём приезде, да, и очередном твоём разговоре с кем-либо, какие-то вопросы уже отпадают. А если они по-прежнему стоят или усугубляются, ну, то это, конечно же, печалит. Ну, а тем более Павел, он, значит, рассматривал Коринфян как своих подопечных, как своих детей, которым он желал, безусловно, духовной зрелости. И поэтому уничижение здесь состояло как раз-таки в том, что они остались детьми, несмотря на все усилия Павла, несмотря на все его старания, несмотря на все его потуги, да, и прилагаемое напряжение его духа и тела, они так и оставались детьми. И вот в этом состояло уничижение. Ну, может быть, ещё уничижение состояло бы в том, если бы он повёл себя как-то, ну, чрезмерно жёстко, да, то есть он не хотел бы так себя вести, он не хотел бы испытывать эти эмоции, он не хотел бы предстать перед ними в таком свете, но пришлось бы предстать, потому что никуда не денешься. И в любом случае, когда ты выплёскиваешь гнев, даже если этот гнев праведный, ты всегда после этого чувствуешь, ну, что ты был не на высоте и как-то, ну, не вскопал, да. Хотя иногда гнев Божий, да, он, ну, необходим, и без него никак. Но, тем не менее, это тоже, может быть, подразумевается здесь в плане уничижения. «И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, бладодеянии и непотребстве, какое делали». Ну, вот ещё один момент уничижения – это оплакивать, да, то есть для мужчины, да, плакать в присутствии всех людей, да, там, в присутствии женщин, в присутствии общественности – это, ну, как бы немножко уничижительно. Но никуда не денешься, когда вот такое горе происходит, о котором здесь Павел написал, ему пришлось бы плакать. Тоже, наверное, и это имеется в виду. Но я хотел бы подчеркнуть вот эти три направления. Нечистоте, бладодеянии и непотребстве, какое делали. Нечистота, она относится к мыслям, она относится к сердцу, она относится к каким-то эмоциям, да, к каким-то желаниям. Это что-то глубинное, духовное. Бладодеяние, ну, тоже, конечно, можно считать духовным, но оно, как правило, выражается в каких-то внешних поведенческих реакциях. И здесь, скорее всего, Павел имеет в виду классическое бладодеяние, не просто внутреннее, а, ну, бладодеяние физическое, да, внешнее, материальное, физиологическое, да, если хотите. Вот. Нечистота – это что-то более потаённое, внутреннее. Бладодеяние – это что-то более внешнее. И вот, наконец, непотребство. То есть мы с вами не очень-то часто придаём значение этому слову, оно как-то, ну, не является каким-то чётким, да, оно какое-то расплывчатое и неконкретное, потому что для одного непотребством может быть что-то одно, а для другого что-то другое. И вот здесь нам важно не лукавить и быть искренними самими собой, и заглядывая в своё сердце, отвечать на вопрос, а что для меня является непотребством? Да, то есть мы можем делать вполне себе какие-то негреховные заведомо вещи, но которые для нас, тем не менее, могут оказаться непотребством. Потому что нечистота и бладодеяние – это что-то чётко, ясно ощутимое, различимое, очерченное, да. А вот непотребство – это что-то, ну, такое вот не совсем чёткое, это более расплывчатое. Ну, например, Давид пишет «Не положу вещи, не потребные перед своими глазами». То есть некоторые вещи, которые у нас находятся в поле зрения, они могут быть, но непотребными, потому что они вызывают какие-то эмоции, может быть, какие-то желания и так далее. Вот, и, например, для одного непотребством может быть, скажем, просмотр каких-то телепередач или кинофильмов, а для другого это, ну, как-то, ну, не то, что непотребство, оно его не так увлекает и не так занимает его мысли, и он, находясь, например, в присутствии работающего телевизора, не так сильно им увлекается. Ну, к примеру, да, это банальный такой, может быть, пример, да, который уже, как бы, нам и не интересен. Ну, непотребством может быть всё, что угодно, что в итоге нас уводит от Господа и лишает нас близости с Ним, да, или как-то удаляет нас от Него. Это может быть любая вещь, да, любое занятие, любое времяпровождение, любая активность может стать таким непотребством. И, в принципе, любую заведомо негреховную активность можно довести до такого состояния, да, в чрезмерном употреблении, в чрезмерном придавании значения той или иной деятельности, в чрезмерном увлечении тем или иным занятиям можно дойти до непотребства. Даже работа может стать непотребством, да, если мы слишком так увлекаемся работой настолько, что мы света белого не видим, и мы как бы не различаем, что нам уже пора, может быть, и поменять работу, да, или как-то отрегулировать этот вопрос. Вот, но мы настолько увлекаемся, погружаемся, превращаемся, ну, вот, в тех, о ком Павел, по идее, может даже и поплакать. Я, опять же, комментируя свою поездку в Сибирь, да, я, ну, обращал внимание, что некоторые люди практикуют явное непотребство, вот прям явное, я не буду называть конкретные примеры, фамилии, но вот мне показалось, что некоторые люди практикуют прям явное непотребство, потому что это уводит их с служения, их не видно в собрание, я не говорю даже про молитвенное там какое-то, что является подвигом для многих сегодня. Молитвенное собрание – это подвиг, да, подвязаются люди в молитве. Вот, я говорю об обычном воскресном собрании. Настолько работа увлекла, что на воскресных собраниях не видно, что в общении не видно, и так далее, и так далее. То есть здесь очень широкое поле, да, или очень такой разнообразный, ну, материал, может быть, рассмотрен в качестве непотребства. И опасность состоит в том, что это необязательно заведомо греховные вещи. Это может быть вполне что-то негреховное само по себе, но доведенное до крайности, оно превращается в непотребство. Поэтому такие вещи, как нечистота и блудодеяние, это уже, ну, как бы достаточно понятные вещи, на каком уровне это все происходит и так далее. А вот непотребство я хотел бы подчеркнуть, и Павел об этом тоже упоминает, и говорит, что в этом тоже нужно каяться, нужно это отслеживать, нужно это вовремя останавливать, а если не так, то придется плакать тем, кто об этом печется, да, о отсутствии непотребства. Придется плакать апостолу, там, пастору или еще кому-либо. Поэтому да поможет нам Господь находить друг друга такими, какими мы желаем. А для этого нам нужно стараться быть такими, какими нас хочет видеть Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом!